Никто в джунглях не знает, что я, Багира, нашел эту отметину, след от ошейника. Однако я родилась среди людей, маленький брат. Среди людей умерла моя мать, зверинца. С молодой я не видела джунг. Я жила за решеткой и ела из железной миски. Но однажды ночью я вспомнила, что я Багира, что я пантера, а не игрушка человека. Как важно в детстве смотреть добрые сказки. Вот и сегодня целый зал восторженных детских глаз был устремлен на сцену, где жила удивительная история. Однажды человеческого детеныша, заблудившегося в джунглях, приютила семья волков и назвала его Маугли, что значит лягушонок. Здесь задействованы в спектакле два курса. Первый курс, только месяц они репетировали, и третий курс, с которыми репетировали до лета, это два месяца, май-июнь. Вот за три месяца, в принципе, мы подготовили этот спектакль. И студийцы заняты, и театральные студии. Немного. Но вообще-то задействованы здесь 35 человек. Благородный вожак Акела, справедливый медведь Балу, мудрая пантера Багира приняли ребенка в свою стаю. В спектакле впечатляет все. От ярких декораций и костюмов до глубокого философского смысла сказки. Его смогли передать муромские актеры. Премьерные показы проходят достойно. Мне хочется поблагодарить наших коллег, наших режиссеров за такую прекрасную работу. Конечно, мне хочется выразить слова огромной благодарности за поддержку нашего Министерства культуры Владимирской области. Потому что реализация вот этого проекта сподвигла на такие творческие спектакли. Хочется сказать, что 4,5 миллиона, которые выделяет федеральный бюджет на реализацию... Вот мы вступили в эту программу федеральную поддержки театров малых и средних городов. И вот эти прекрасные декорации, костюмы, световой и звуковой оборудование, которые приобретаются для театра, это очень многого стоит. Маугли рос и воспитывался вместе с волчатами. Становился смелым и выносливым, постигая главный закон джунглей. Мы с тобой одной крови. Но первые слезы оживили душу Маугли. И волк свободного племени стал человеком. Это замечательная сказка про животных и про доброту. Мне очень понравился Маугли, он мой герой. А мне понравилась мать волчиц, потому что она его защищала. Маугли – смелый человек. Он сначала жил в волчьей стае, а потом ушел к человеку, к людям. Все по-максимальному показали свои способности театральные. Ну, прекрасное открытие сезона. На премьере побывала и представитель Министерства культуры Владимирской области. Увидела замечательное представление. И я хочу сказать, что я все-таки видела немножечко, когда проходил репетиционный процесс. Я с этого июня месяца сюда приезжала. И сейчас было просто феерично, скажем так. Потому что то, что показывали ребята, студийцы и студенты непосредственно данного спектакля – это классно было, это хорошо. И чувствовалось по залу, потому что зал тоже в интересной такой позиции находился, что это сказка, это интересно, это театр. Впереди у творческого коллектива Муромского городского театра большие планы. Постановка спектаклей «Воздушный тихоход» и «Дульсинья Табовская». Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости. Продолжение следует.